всем привет в новом видео по созданию нашей игры и первое что хочу сказать это естественно поздравить всех моих подписчиков случайных зрителей с наступившим новым 2023 годом надеюсь что он будет не такой плохой как был 2022 но тем не менее все равно мои поздравления это новость номер один новость номер два в прошлом видео мы сделали подбор яблок да вот у нас количество насчетчик есть верху я сказал что прошлом в прошлом видео сказал что в этом видео мы будем делать такую как бы мини карту но скажу вам честно что мини карту сделать довольно таки нормальную адекватную юзабельную без всякого крепежа камеры сверху как там сейчас на ю тубе есть эти видео мне не очень не нравится и камеру клеют сверху и типа вот вам мини карта готова поэтому с мини карты на самом деле большие сложности возникли там очень сложная логика я сам пытаюсь в ней разобраться поэтому там урок урок будет по мини карте где-то наверное на урока три это все растянется поэтому мне нужно буквально время чтобы со всем этим разобраться и чтобы не оставить вас без видео тем не менее у нас по логике игры должно быть плавание то есть у нас здесь вода есть нам нашего игрока нужно научить плавать соответственно этим сегодня мы и займемся не забудьте подписаться на канал также вам напоминаю про мой бусте если мое видео было вам полезным также можете меня финансово отблагодарить и так что я хочу сделать с чего вообще я хочу начать итак первое что я хочу начать с чего если у вас нет воды если вы не смотрели мои прошлые видео по добавлению воды если вы не знаете что это такой за сплайн за что он отвечает и так далее то могу предположить что в принципе вам то что вот я сейчас буду рассказывать это ничего не даст поэтому можете посмотреть может что-то для себя почерпнуть но тем не менее боюсь что вы вряд ли что-то поймете поэтому я вам рекомендую посмотреть мое видео по созданию воды там мы прям очень много проходим очень много добавляем вот чтобы у вас было понимание ссылка на это видео будет у меня в самом верху появится подсказка итак если у вас уже есть вода соответственно с первое с чего бы я хотел начать вообще смотрите с такой вот проблемы вот смотрите вот я сейчас погружаясь под воду да и вот я как бы под водой вот я опускаюсь ниже 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 и вот у меня как бы тут как бы движок считает что у меня вода здесь закончилась то и сейчас есть мы научим нашего игрока плавать он где-нибудь здесь будет плавать то есть видите да экран такой синий стал а если он куда-нибудь сюда провалится то как бы все он здесь будут стандартной анимации поэтому как это все исправить все это буквально делается легко соответственно этот сплайн у нас здесь есть который мы добавляли я кстати про это уже говорил видео про воду но тем не менее вот нажимаем здесь правой кнопкой мыши и здесь visualize дес то есть ну короче визуализировать глубину и вот видите вот это вот штуковина такая вот вот это вот непосредственно сама глубина и смотрите а сейчас ниже вот это вот вот этого пивота я опущусь так как бы так наглядно ну вот допустим вот где-нибудь здесь и мы видим что у нас как бы вода ну воды здесь нет поэтому мы вот этот пивот который именно за глубину отвечает опускаем максимально вниз мы уже уже видим до что тут все как бы стало синим вот принципе все то есть теперь мы сто процентов уверены что наш игрок может плавать и здесь ну короче он ну просто он сможет плавать то есть мы как бы обозначили глубину нашего вот это вот воды и так в принципе с этим мы закончили что мы делаем дальше дальше мы переходим в блюпринт нашего игрока который мы играем соответственно заходим в бипи вориор получается здесь мы создаем наш кастомный ивент нажимаем правой кнопкой мыши прописываем здесь кастом ивент вот у нас получается нажимаем кастом ивент давайте назовем его характер характер свимин пусть будет таким образом он называться дальше control c control в копируем и соответственно называем этот кастомный ивент характер над свимин то есть характер над свимин вообще кстати говоря по правилам английского языка на и направление тут doesn't свимин но могу конечно ошибаться но ладно неважно и смотрите что мы делаем дальше тут у нас ошибка просто нажимаете компайл эта ошибка она пропадет что мы делаем получается мы получаем наш этот character movement запихиваем его сюда из character movement мы получаем get physics volume то есть мы получаем как бы физику нашего физику нашего меша то есть физику нашего передвижения да и соответственно мы отсюда вытягиваем следующее получается получается set water volume это мы делаем вот сюда и получается вот эту всю конструкцию мы давайте вот эту конструкцию мы копируем вставляем это вот сюда это мы делаем здесь а это мы протягиваем вот сюда и получается здесь water volume мы ставим здесь не ставим и я еще создам новую переменную получается нажимаем здесь плюс и прописываем из характер из характер свимин вытягивает и сюда set ставлю здесь галочку и получается здесь это тоже вытягиваю сюда но здесь галочку не ставим то есть все что где у нас характер над свимин у нас получается галочки здесь отсутствует и вообще вы можете спросить причем же вообще что мы сейчас сделали смотрите у нас вот нашего character в момент у нас здесь есть физика да у него здесь есть различный character movement как бы тут надо к во всем это ковыряться волкин дальше у него здесь и jumping так вот у нас и здесь свимин тоже то есть у нас здесь есть различные как бы физика она уже как бы включена дам это это физика в этот самый character movement здесь эта физика как бы она не вся на самом деле это физика надо будет доступна все плюс плюс если я конечно не ошибаюсь вот то есть там вот эти вот все water volume и все остальное она как бы все есть вот поэтому соответственно если наш персонаж плавает то у него как бы включается вот это вот физика воды да вот если так вот можно сказать все здесь мы нажимаем compile сейф и пока что нам здесь ничего не нужно итак идем далее далее мы находим получается нашу воду она у меня вот в папке river у меня есть это у меня была река и здесь получается water body river и нам нужно создать blueprint нашего вот этого вот наши вот этой воды и на самом деле делается это очень интересно я уже показывал как-то в одном из прошлым прошлых видео на примере вот этой вот штуки вот этого колеса то есть мы можем к предмету который не имеет blueprint а добавить ему blueprint и это очень удобно поэтому здесь мы нажимаем на такую штуку выбираем water body river у вас это может быть ocean здесь написано все что угодно нажимаем сюда и выбираем куда вы хотите это сохранить я хочу это сохранить в папку level пусть будет это level и нажимаю select отлично сейчас откроется blueprint у нас здесь есть этот как раз таки сплайн это нормально все так заходим в ивен граф и смотрите что мы делаем далее у нас здесь ну давайте вот этот ивантик чтобы он нам не мешался мы его все-таки удалим он нам не нужен так что мы здесь делаем где актер begin over lab то есть условно говоря какой актер начинает пересекать наш объект over lab это пересечения получается и мы здесь прописываем следующая касту baby warrior то есть у вас это должен быть блюпринт вашего персонажа которым вы играете да и получается мы здесь теперь можем достать ну давайте пропишем так character character swimming да вот это вот то есть мы когда пересекаем наш вот этот вот наш получается воду пересекает наш персонаж мы запускаем функцию как бы то что мы можем плавать соответственно этот функцию то есть мы включаем физику мы включаем объем воды и так далее вот таким вот образом и соответственно нам нужно сделать дальше следующее получается так and over lab получая суд когда мы уже выходим из нашего вот этого вот из нашей воды здесь также мы делаем касту bp warrior все тоже самое здесь мы как вы догадались вызываем character character над swimming вот таким образом и не забываем эту штуку подключить сюда все то есть когда мы пересекаем вот это вот логика когда мы пересекаем воду у нас ну как бы он включается физика здесь мы выходим из воды физика у нас отключается все как бы предельно понятно и дальше смотрите мы переходим в блюприт нашего персонажа и смотрите здесь прописываем в поисковике получается swimming выбираете character movement обязательно что просто появилась и смотрите здесь есть несколько в общем-то режимов character movement здесь и swimming волкин и так далее но тут оставляем swimming здесь у нас есть различные настройки то есть это допустим максимальная скорость плавания так вот к этой штуке мы вернемся чуть чуть попозже я объясню что это такое это честно говоря не знаю не ковырялся в этом но это соответственно тоже тут можно покопаться это условно говоря это настройки отвечающие там за вход воды до за выход из воды и так далее ну то есть тут тоже можно принципе об этом обо всем почитать но суть нам суть не в этом идем далее и смотрите вам нужна анимация плавания поэтому что как я мощи вообще могу предложить эту анимацию найти получается мы заходим в миг сама уже давненько как-то к этому сайту обращались на самом деле и у нас здесь прописываем здесь swimming обязательно имейте ввиду чтобы у вас здесь был ваш игрок который будет плавать если у вас здесь будет какой-нибудь другой то там короче будут большие проблемы вот у меня здесь есть swimming обязательно ставьте in place чтобы он как бы на месте все это делал вот будут различные настройки есть они меня в принципе не интересует дальше я нажимаю down download и получать скин мы without skin все в принципе дальше вставляем то же самое нажимаем download то есть мы сейчас загружаем это все и запихиваем это все в animations сохраняем этот самый fb fbx файл все в принципе можем закрыть так сейчас здесь появится подсказка до импортировать скелетон скелет выбираете именно вашего игрока у меня это скелетон паладин нажимая импорт пол заходим проверяем что все здесь работает нормально да в принципе все нормально работает на лук не обращать внимание если вы помните мы здесь лук добавляли в одном из уроков ну пусть как бы будет но он все равно у нас отсутствует в данный момент все здесь у нас все в принципе то готово практически так давайте вот это water body я закрою этот blueprint в принципе игрока нашего ну пусть пока что будет так и нам нужно создать новый blind space то есть мы опять же blind space уже проходили они здесь у нас есть целых две штуки получается я нажимаю правой кнопкой мыши и где animations получается у нас legacy и я выбираю blind space в анди и выбираю получается нашего наш скелет скелетон паладин и называю это ps сокращенно blind space без без свинен вот таким вот образом захожу в него и получается по горизонтали у нас скорость будет спит дальше так здесь принципе ничего не меняем а хотя нет подождите меня меня у нас здесь есть максимальная скорость 100 у нас получается в нашем персонаже если мы зайдем корректор момент своими ну на здесь стоит 300 максимальная скорость плавания поэтому мы здесь можем поставить риса тут можно конечно все как бы подбирать дальше что мы делаем дальше мы достаем здесь нашу анимацию которую мы только что скачали свимин там где она давайте здесь в виду свимин я и запихиваю вот сюда куда-нибудь и вот сюда то есть чтобы у вас одна анимация была на скорости 0 2 анимация была на скорости 300 в принципе это можно таким образом оставить вот нажимаем сейф закрываем это все дело и дальше дальше мы заходим в blueprint animations наших получается анимаций мы это тоже проходили на там прошлых видео но тем не менее если у вас этого ничего нет если вы так сказать зашли сюда случайно я постараюсь вам донести что здесь вообще происходит у вас здесь скорее всего если у вас это ничего нету если вы только открыли проект только там что-то делаете у вас здесь будет что-то типа позас или main movements или что-то такое или locomotion у вас будет или стоит машин да скорее всего этого стоит машину вас будет вы в него просто заходите у вас там будет будет джамп джамп лук там еще что-то и так далее вот то есть суть понятно и получается что нам необходимо сделать то есть нам нужно добавить новое состояние мы из main movements тянем следующие добавляем стоит прописываем от стоит и получается называем этот стоит так где 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 вот он называем это swimming все как бы просто и отсюда мы тянем теперь сюда это транзишен опять же много раз объяснял не буду повторяться заходим swimming и сюда подключаем наш blend space так где он у нас вот bs swimming подключаю сюда запихиваю это здесь и получается у нас здесь есть переменная speed которую мы создавали в одном из прошлых видео если у вас этого нет не пугайтесь если у вас проект новый чистый у вас это называется ground speed если я не ошибаюсь вот игра ground velocity что-то типа такого вот вытягиваете это просто вот сюда вот и все нажимаете компайл сейчас да здесь у нас восклицательный знак будет ничего страшного это нормально потому что нам нужно здесь как бы прописать transition перехода от главных движений к плаванию поэтому что мы здесь делаем мы здесь создаем новую переменную нажимаем плюс и прописываем из из свимин то есть мы как бы спрашиваем и получается если у нас из main movements идет переход в свим свимин в плавание значит мы здесь плаваем то есть это правда просто берет этот и свимин переменную перетягиваем сюда компайл дальше если мы не плаваем у нас из свимин у нас переходит в main movements то есть тоже все в принципе понятно точнее не переходит поэтому мы здесь вот этот из свимин перетягиваем сюда get и здесь протягиваем протягиваем над буллин обязательно над буллин так тут всякая фигня выскакивает коронечек мешает вот и пропихиваем это сюда нажимаем компайл все у нас теперь все работает замечательно итак идем дальше у нас здесь есть event graph тоже в этом же самом блюпринте это тоже вот эту всю логику мы проделывали в прошлых видео если у вас этого ничего нет тоже ничего страшного у вас здесь есть target pound owner или у вас что-то там сейчас как там в пятом анриле то что-то get actor что-то типа такое но в общем ориентируйтесь вот этот блок он у вас должен быть похоже как у меня и что мы делаем дальше мы получается ну отсюда тянем вот сюда вот и прописываем cast to be be warrior то есть мы делаем каст опять же на нашего персонажа которым мы играем это протягиваем вот сюда то есть у вас там тоже что-то ну короче просто подключите там к тому что у вас там последнее есть условно говоря вот так это сейчас можно не обязательно делать это для себя просто для для вида делаю если что двойным щелчком мыши и контролами это делаю так и получается здесь теперь мы вот эту вот штуку мы превращаем в переменную на самом деле нам надо было это еще давно сделать ну ладно нажимаем правой кнопкой мыши из нас называем это промоуту рейбл и называем это просто получается бипи бипи вориор вот таким образом и так дальше дальше мы делаем следующую штуку так получается мы достаем этот бипи вориор вытягиваем его куда-нибудь сюда и из него мы получаем переменную которую мы создавали то есть я сейчас просто для примера покажу вот из character swimming мы вот эту штуковину достаем то есть бипи вориор из character swimming то есть достаем это отсюда и мы устанавливаем это получается в из swimming который у нас уже непосредственно в анимационном блюпринте и получается здесь вот это сюда протягиваем все и дальше нам необходимо где у нас это вот event blueprint update animation мы здесь прописываем sequence у нас в принципе есть нажимаем от pin если у вас этого нет то отсюда вытягивайте прописывать и sequence но в принципе тут разберетесь вот и отсюда где dn2 я это протягиваю вот сюда да у нас получается огромное нагромождение потом как-нибудь вне урока я тут все настроя вот нажимаем компался и все отлично мы таким образом движку точнее мы сейчас обновляем анимацию из этого вот этот блок он отвечает за обновление анимации да то есть мы теперь передаем помимо того что мы сказали установили как бы состояние когда мы плывем когда мы не плывем мы еще также вот этому блоку обновление анимации объяснили что когда мы именно плаваем а когда мы именно плаваем это соответственно вот эта вот штука то есть когда мы плаваем у нас получается включается физика и у нас включается ну как короче короче включается физика да вот и получается включается это у нас когда когда мы находимся в воде мы создавали блюпринты там мы прописывали пересекает не пересекает вот таким образом в принципе и дальше что мы делаем заходим в дальше в вот штуку в locomotion здесь прыгаем в анимграф и тут у нас тоже есть различная как бы штука тоже которую мы создавали в прошлых видео и у вас это скорее всего максимально отличается у вас тут какой-нибудь control rig или еще что-то вот если у вас здесь control rig где-нибудь то вы вы просто отключаете и запихиваете туда получается то ли default слот но вы смотрите у вас здесь есть резалт вы пропихиваете сюда либо default слот либо state машин который у вас есть да не default слот state машин просто то есть там у вас будет такой как бы выходное значение вот такое вот вы это все просто запихиваете вот сюда а у нас же здесь так как у нас здесь есть логика которую мы создавали нам необходимо сделать следующую манипуляцию я альтом это отключаю перетягиваю это вот сюда дальше я вот эту вот эти все как бы это у нас аимбов то что мы делали аимов сет я здесь это кэширу прописываю new кэш пос опять же я про это очень много раз объяснял это очень сложно до анимации это отдельный такой сложный блок и здесь я это называю как movements movements а им то есть ну таким образом это опять же мы делаем только лишь если вы идете со мной последовательно да вот если у вас этого ничего нету вам это вообще не нужно сейчас делать вот movements а им да то есть вот у нас такая вот штуковина и дальше мы делаем следующее мы нажимаем правой кнопкой мыши blend позы с бай был получается мы будем смешивать позы по булевой переменной это все звучит сложно я понимаю но тем не менее и свимин мы запихиваем вот сюда и получается следующее если у нас неправда то есть если мы не плаваем то у нас будут проигрываться ну все в принципе наши анимации которые у нас вообще были созданы которые у нас есть то есть false post это у нас так получается в movements aim да прописываем movements movements aim вот сюда а если у нас получается правда то мы используем что мы используем blend space swim in то есть я его вытягиваю отсюда и запихиваю в правду вот сюда и на в нас здесь вопрос что мы запихиваем в спид да мы запихиваем все здесь тоже самое то есть у меня это спит у вас это может быть там ground velocity или что-то другое вот таким вот образом да так вот это вот не забываем это мы делаем протягиваем вот сюда нажимаем compile save и давайте теперь смотреть что у нас получилось так я запускаю нашу игру ну давайте с этого бортика я разбегусь так давайте о прыжок вот отлично вот теперь он у нас плавает так вы не смотрите да на то то что у меня здесь есть косяки с прыжком да и на самом деле у меня есть урок по прыжку но он немножко сделан у меня неправильно да тут кстати у меня уже вода прекращается потому что опять же я вам говорил можно то там настраивать получается глубину ну в общем сплайн то что мы самом начале делали но тем не менее как факт мы вот в принципе плаваем я вам даже больше скажу что мы можем всплывать то есть мы поднимаем мышку вверх и вот мы всплыли вот в принципе таким вот образом и кстати да я вам обещал показать что вообще получается так корректор мувмент что вот это вот такое брекин где именно короче вот это вот деде сел я обещал вам показать эту штуку что за что она отвечает ну условно говоря что за что это отвечает это отвечает за максимальную скорость под водой то есть как быстро условно говоря наш персонаж будет достигать максимальной скорости то есть он сначала там будет определенное количество разгоняться до определенное количество времени а потом соответственно по прошествии кого-то времени он достиг достигнет максимальной скорости вот таким образом это все и работает опять же хочу повториться да что я в принципе вам показал основу мы уже видим что у нас он плавает то есть мы цели достигнули то есть вот у нас плавает он у нас всплывает а то что там есть некит некоторые проблемы но тут как бы ребят проблем на самом деле я уверен у нас много в проекте потому что мы его создаем с нуля вот но тем не менее там можно все это поковыряться все это настроить проблем с этим никаких нет и на этом у меня все опять же напоминаю вам про мой бусте мы здесь ходим под водой напоминаю вам про мой бусте подписывайтесь на канал также комментируйте если есть какие-то вопросы также задавайте всем спасибо увидимся в следующем видео которое выйдет опять же повторюсь не знаю когда поскольку сейчас во первых у меня есть там другой проект также панрил и во вторых праздники новогодние третьих карта мне дается пока что очень сложно карта именно нормальная не какая-то фигня когда когда карту вешают на голову до камеру точнее и все вот вам как как бы карта готова ну в общем посмотрите на ю тубе уроки вы поймете о чем я хочу сделать нормальную адекватную карту на этом у меня все опять же подписывайтесь и всем пока